Всем привет! Сегодня в программе «Плач-невидимка. Причины неизлечимости рака и приручения процесса внутрипластового горения». Подробности далее. Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрели прибор, способный скрывать часть объекта. Пока он может прятать лишь небольшие предметы из животных. Работа над проектом под руководством Джан Белла продолжается третий год. В основе работы прибора лежит эффект зеркал. На нынешнем этапе ученые намерены расширить спектр исчезновения объектов, не ограничиваясь одномерными технологиями. Они считают, что в дальнейшем прибор может быть использован в оборонных целях. Ведь такой плач-невидимка сможет сделать солдат абсолютно невидимым на поле боя. Специалисты из Института биомедицинских исследований в Барселоне нашли причину множественной резистентности раковых опухолей к химиотерапии, из-за которой недуг может быть в некоторых случаях неизлечим. Дело в том, что отмечают ученые, что встречаются злокачественные образования, которые изначально устойчивы к существующим противоопухолевым препаратам. Как выяснилось, у ряда опухолей нет молекулы, подавляющий белок, который, попадая в ядро клеток, способен активировать сотню онкогенов. Этот процесс препятствует гибели злокачественных клеток. Сейчас деятельность специалистов направлена на разработку препаратов, которые позволили бы бороться с множественной резистентностью. Группа ученых научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение» научилась увеличивать скорость фронта горения в классе в 10 раз. «Внутрипластовое горение» – один из самых перспективных методов добычи углеводородов сегодня и, скорее всего, завтра. С его помощью можно не только добыть нефть с очень больших глубин, но и предварительно улучшить свойства добываемого сырья. А это уже новый уровень. У «Внутрипластового горения» есть ряд вопросов, требующих решения. Этим казанские ученые и занимаются. Например, сейчас в лаборатории ведутся исследования над стабильностью фронта горения. Исследователи научились стабилизировать его с помощью катализаторов. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока!